Приветствую вас. Понимаете, в чём важность и в чём есть нюанс вашего вопроса, именно нюанс, в том, что вы хотите найти такой совет или, может быть, такую форму, такие слова вы хотели бы найти, которые помогли бы вам себя брать. То есть, иными словами, не брать ответственность за то, что вы сделали. Отдохнуть. То есть, как-то вот себе объяснить, да, что вот я отдохнула вроде бы, вроде бы я отдохнула, но в то же время какое-то оправдание придумать за это. И, как мне кажется, это бегство от самой себя. Вот. И, как мне кажется, что ещё вот какое-то время, недолго относительно, если вы будете так себя вести, и так к себе относиться, вот, то очень скоро вам снова понадобится, снова понадобится отдых очень скоро, совсем. Вот. Потому что вы не отдыхаете. Вот. Вы не отдыхаете, и вы себе не позволяете отдыхать. Вот. Вот это такой вот достаточно печальный и грустный, как мегасый момент, потому что вы в какой-то, в какой-то степени доверили свою жизнь своей маме, своей дочери, вот, а себя тоже не забрали. И боитесь признать, что вы тоже человек, и что вы чего-то хотите тоже. В общем, это нормально, абсолютно нормальное желание чего-то хотите, абсолютно нормальное желание уставать, абсолютно нормальное желание отдыхать. Вот. И то, что вы привыкли игнорировать себя, привыкли не замечать, как мне кажется, важные вещи, которые в вашей жизни происходят с вами. Точно важный момент. Ну, не исключено, что ваша мама как-то вот вас, ну, от этого отвлекает. Да, вот. Не исключено, что она это делает. Не исключено, что ваша мама обращает внимание, ваше внимание, ваше внимание обращает в первую очередь на себя, а не на вас. Ну, и вас, соответственно, отношение следует повышает. Можно а также привыкли к тому, чтобы вы обращали внимание на нее, а не на себя. Вот, поэтому, простить или не простить себя это решать вам, как мне кажется. Но чтобы получить возможность прощать, простить, чтобы получить возможность выбирать, прощать себя или нет, мне кажется, имело бы смысл научиться себя как минимум слушать, слышать себя, слышать свои чувства, свои переживания, свои эмоции и выражать их. А позволять другим людям реагировать, и в том числе реагировать на это негативно. Сталкиваться с этим негативом, сталкиваться с своими чувствами, которые у вас возникают. Когда вы видите, например, как мама обижается на вас не обижать об этих чувств, не обижать от этих переживаний. Вот. И, на мой взгляд, это и будет рост вашим. Не менее важно, мне кажется, и то, если и когда вы будете обращать больше внимания на личные границы, свои личные границы, ваши собственные личные границы, замечая и наделяя себя и других людей способностей что-то делать с собой, откликаться на себя, на свои потребности, на свои желания. Как-то реагировать на это и размещать свои чувства. Вот. Сейчас, на мой взгляд, этого вы не делаете. Сейчас, на мой взгляд, этот аспект вы практически полностью упускаете. Вот. Предпочитая, предпочитая, как мне кажется, растворяться вот в своих, ну вот, в маме и в дочери, как я понял. Вот. Вот. Я так понял, что, что мужчины у вас нет и, соответственно, со словом девочки вы не общаетесь. Вот. То есть, по факту, ну вот, по факту происходит такое вот подчинение вас другим людям. А это же всё-таки, как-никак, это всё-таки больше про злость, это больше про то, что вы злитесь и будете злиться. Это нормально. Вот. Нормально абсолютно, что вам хочется чего-то для себя. Вот. Вы не привыкли. Не привыкли себе что-то давать. Не привыкли для себя что-то делать. Вот. К большому сожалению, по-моему. Поэтому нужно, как мне кажется, обращать внимание, в том числе и ваши, на вот эти вот аспекты. И со временем вы не только научитесь себя прощать, но со временем вы сможете более свободно себя чувствовать и более свободно говорить, например, о своей маме вот о том, что чего-то вы чего-то не хотите, например, о том, что что-то вам не нравится. или хотите вы этого как-то по-другому, по-другому, например, вот. То есть это, это процент. Простить себя же означает, что, скорее всего, вы накосячите ещё раз. И вы накосячите ещё раз. Совершенно точно. Вам ещё раз захочется сделать что-то для себя. Вам ещё раз захочется убежать. Вот, ну, в прямом смысле этого слова, вам захочется убежать от вот этой всей ответственности, которую вы на себя какая-то раз взваливаете, что вам очень тяжело делать. Вот. И, ну, было бы, в общем, в общем-то странно, если бы вам было легко это делать. Вот. Но сейчас вы это делаете нелегально. А можно сделать так, чтобы было легально. Вот. Можно. для этого нужно довериться своим чувствам, нужно довериться своим ощущениям. Вот. И тогда вы можете получить как раз-таки возможность чувствовать себя куда более свободно, чем сейчас. Вот. Вот, наверное, наверное, как-то так, какой-то бы такой ответ я бы вам дал с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. На последок хотелось бы задать вам следующий вопрос. Вот, когда вы говорите, что у меня есть сырка, что я предала маму и дочь. Скажите, пожалуйста, то, что вы могли предать маму и дочь, как это коррелируется с тем, что вы хотели отдохнуть? Вот. То есть, ну, подумайте просто, вы что же считаете, что то, что вам захотелось отдохнуть, это означает предательство для вашей мамы и дочери, если я правильно вас понял. Вот. Ну, просто сформулируйте немножко как-то более, может быть, ну, более конкретно. Свою мысль. Вот. Потому что так выглядит так, что я не должна отдыхать, я не должна о себе заботиться. Вот. И тогда все будет хорошо. Чему вы таким образом научите своего ребенка, например, мне, честно говоря, страшно представить. Поэтому я бы обратил ваше внимание на это. Какую мысль вы транслируете своей дочери, когда позиционируете себя позиционируете себя вот так. То ли это на самом деле, чего вы хотели бы, то ли это чего вы хотите, или все же нет. Это вот важная, как мне кажется, деталь. Вот. Это, мне кажется, важный момент. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему... Ответу. Да. Позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. До встречи. До встречи. Продолжение следует...